Добрый день, дорогие друзья! Рады вас приветствовать на нашей прямой трансляции. КФУ Лайф продолжается. Я его ведущий Роман Плинсков. И сегодня у нас в гостях Инженерный институт. Долго время не тянем, познакомлю со спикером, который сегодня ответит на все ваши интересующие вопросы. Это Ильдар Ильсурович Хафизов, заместитель директора по образовательной деятельности Инженерного института. Ильдар Ильсурович, вам доброго дня. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Давайте начнем. И по традиции уже нашей программы в этом сезоне небольшое вводное слово о вашем институте и все составляющее, что можно сказать перед нашим эфиром. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, участники нашей встречи. Рады вас приветствовать. Сегодня постараемся ответить на все интересующие вас вопросы, касающиеся как поступления, как обучения, как внеучебной деятельности наших студентов. Про инженерный институт могу сказать, что это молодое структурное подразделение. В рамках Казанского федерального университета воссоздано и функционер с 2013 года. Обучение проходит и набор проходит по направлениям бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры. И на все вопросы постараюсь ответить. Что ж, до нашего эфира абитуриенты уже присылали свои вопросы и давайте по порядку их все разберем. Первый вопрос звучит следующим образом. Расскажите про направления вашего института. Если в целом сказать научное направление инженерного института, это роботизированные аддитивные технологии в биомедицине. Это девиз научного направления инженерного института, принятые для развития научных направлений института. И здесь заложено в каждом слове основное. То есть действительно робототехника это передовое перспективное направление. Аддитивные технологии вы знаете, что бурно развиваются 3D принтеры, аддитивное производство. Биомедицина тоже ключевое направление, когда на сегодняшний день здоровье, качество жизни важно для людей. И вот объединив вот эти все направления, инженерный институт пытается воплотить в жизнь. Следующий вопрос. Нужно ли сдавать какие-то внутренние вступительные испытания, кроме ЕГЭ? Кроме для поступления на бакалавриат это результаты ЕГЭ, для поступления в магистратуру это комплексные вступительные испытания. По магистратуре мы чуть-чуть позже с вами еще поговорим. Следующий вопрос. Можно ли перевестись к вам после первого курса из другого вуза? Да, переводы возможны. Такие примеры были. Ребята переводились и из других городов, и из других университетов, и из других даже стран были такие примеры. Сложностей в процедуре перевода я никаких не вижу. То есть если заявляемый студент предоставляет комплект документов, это обычно академическая справка, выписка из зачетной книжки. На сайте Казанского федерального университета обозначено количество бюджетных вакантных мест, и соответственно ребята заинтересованы в переводе на бюджетные места. И вся эта процедура происходит два раза в год. С 1 сентября по 1 октября. Первый промежуток, когда можно перейти из вуза с одной специальности на другую специальность. И во втором семестре, это с 8-9 февраля по 8 марта переводы проходят. Но это относится не только к смежным специальностям, можно и с других перевестись. Да, да. Насколько сложно, например, человек гуманитарий заходил в инженеру? Здесь я заявил о том, что необходимо предоставить академическую справку или же выписка из зачетной книжки. Рассматривается количество дисциплин, которые изучались в другом вузе, рассматривается соотношение с нашим учебным планом Казанского федерального университета. И если разница дисциплин, она небольшая, то студент может перейти со второго курса на второй курс. Если же разница дисциплин, она большая, есть дисциплины, которые мы видим, представляют сложности для ликвидации академической разницы, то здесь мы предлагаем перейти, например, с третьего курса он переводится к нам на второй курс. Это все индивидуально рассматривается, обговаривается. Ну, ребята, которые переводятся, допустим, есть примеры, с Дальнего Востока переезжают к нам. То есть они соглашаются на все вот эти условия, видят преимущество обучения в Казанском федеральном университете и все это осуществимо. Главное, есть желание, все вот эти понижения на курс, это ничего страшного, главное выучиться, да? Да. Следующий вопрос. Где студенты проходят практику? Здесь сначала озвучу по видам практики. То есть действительно практика в настоящее время подразумевается на ознакомительную, и в основном это учебная практика, учебный вид практики. Здесь мы проводим ее в стенах Казанского федерального университета, в стенах инженерного института, и это обычно практика, которая проходит на первом и втором курсе. Если же говорить про производственную практику, то здесь уже это и технологическая, и проектная, и преддипломная. В основном все наши ребята проходят практику на предприятиях наших партнерах, у кого с Казанским федеральным университетом заключены соглашения о прохождении практики. По каждой специальности, если будут вопросы, можно озвучить, стараемся проводить практику на территории Казани для того, чтобы студенты в местах компактного проживания или удобно было добраться до практики. Потому что бывает практика, когда целенаправленно с утра до вечера в течение трех-четырех недель проходит, действительно практика бывает, когда совмещается с занятиями, то есть до обеда занятия, после обеда практика. И также примеры есть, когда предприятия сами выходят на Казанский федеральный университет и из Зеленодольска пытаются привлечь наших студентов для прохождения практики. Расстояние до Зеленодольска 30-40 километров, добраться от 30 минут до часа не представляет сложности. И также наши ребята имеют возможность пройти практику на таких предприятиях Зеленодольска, как ПОЗИС, судостроительный завод имени Горкова, Акбарс, Холдинг. То есть здесь есть примеры того, что практику проходит на промышленных предприятиях студентов. Вот если не секрет, какие компании-партнеры есть у инженерного института? Традиционно наши ребята проходят практику, например, это Федеральный центр государственной стандартизации и метрологии, Татарстанский центр стандартизации и метрологии. Это органы по сертификации, есть как и государственные, так и частные. Если говорить про предприятия, которые близко к нам располагаются, то рядом у нас по соседству Казанский медикоинструментальный завод, завод радиоприбор, корпорации, если поукрупненным назвать, это Казанский вертолетный завод, моторостроительное производственное предприятие, авиационные, также научно-исследовательские институты при крупных таких компаниях. По Татарстану, если озвучить Закамская территория и ребята, которые приезжают со стороны или родом, которые из набережных Челнов, там у нас связь с ПАО КАМАЗом. Ребята, которые рядом с Елабугой и район, это свободно-экономическая зона Алабуга, предприятие, находящееся на этих территориях. Также есть примеры, когда есть контингент ребят, которые приезжают из Башкирии, близлежащих наших соседних республик, которые также приглашают и привлекают уже наших казанских ребят посетить предприятия. Например, последний пример, когда наши ребята выехали в город Ижевск, это Удмуртская республика, для того, чтобы пройти практику. То есть двое студентов из Ижевска, а полгруппы поехали для того, чтобы познакомиться и с городом Ижевском, и с предприятием. И так вот ребята выезжают на такие практики. А практику можно ли пройти студенту не у партнера института? Например, студент сам для себя выбрал место прохождения практики, хочу вот в этом предприятии проходить. То есть нет никаких проблем? Нет, никаких сложностей нет. Такое тоже приветствуется. Почему говорю? Потому что есть так называемые семейные династии, когда родители работают в этой отрасли, дети продолжают обучение по специальности, получая инженерное образование. И, соответственно, говорят, мои родители работают на этом предприятии, у меня желание продолжить династию и проходят практику. При этом заключается договор между Казанским федеральным университетом и этой базой практики, для того, чтобы с юридической точки зрения все было корректно. И ребята проходят практику. Также примеры, что студенты из ближнего зарубежья у нас обучаются, например, из Казахстана и ребята из Актюбинска на летний период, когда на каникулярный уезжают в Казахстан, проходят практику у себя в Казахстане. Здесь следует отметить, что увеличивается интерес к инженерному образованию, проходят различного рода конкурсы «Инженер года». И, например, там есть такие номинации, как семейные традиции, семейное продолжение образования, специальности. И просто как пример привожу, допустим, все мы знаем Казанский пороховой завод, и есть ребята, которые говорят, у нас 310 лет в семье работают на данном предприятии. Ну, я в кавычках говорю, может, по годам ошибаться, но, тем не менее, возрастает интерес и к инженерному образованию. Ну, то есть здесь больше вопрос юридический, то есть если компания готова заключать договор с Казанским федеральным университетом, то без проблем, главное вот это решить и практикуйся. Здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно все предприятия, они заинтересованы в получении к себе готового специалиста. Иногда бывает, что привлекают практику бесплатно, как мы раньше всегда это озвучивали. Сейчас сталкиваемся с тем, что предприятия уже борются и готовы оплачивать труд, и даже при прохождении практики иногда студенты получают оплату за те функции, которые выполняют во время практических прохождения практики. Интересно. Переходим к блоку вопросов, посвященный магистратуре. Давайте начнем с такого вопроса. Кому подходит магистратура? Изначально при формировании, создании инженерного института уделялось внимание, что инженерный институт будет заниматься подготовкой высших кадров. Это вот магистратура, аспирантура. И действительно, это вторая ступень профессионального образования. За ней следует программа аспирантуры. И когда все вот эти трансформации на уровне государства проходили, сейчас тоже все актуально, все знают ситуацию вокруг вот этой баллонской системы, что пытаются трансформировать. Но тем не менее, вот у нас уровень бакалавриата, следующая ступенька магистратуры. И мы сталкивались с тем, что ребята, выпускники, трудоустраиваясь, сталкивались с тем, что для занятия определенной должности руководителя структурного подразделения, руководителя компании, для занятия определенной государственной должности, сталкивались с тем, что предъявлялось требование наличия диплома магистра. И на сегодняшний день среди тех, кто поступает в инженерный институт, это не только вчерашние выпускники бакалавриата, но и уже взрослые, состоявшиеся люди, которые стремятся повысить свой уровень знаний, но и с целью занять определенную должность, определенный статус. С этим связано получение диплома магистра. Хорошо. Продолжаем по магистратуре. Два вопроса я постараюсь объединить в один и поэтапно попробуем мы его разобрать. Это как проходит процесс поступления в магистратуру, когда начинается прием и когда проходят экзамены. И сюда можно дополнить какие экзамены на магистратуру, потому что там уж не по ЕГЭ. Здесь единая дата для всех по всей Российской Федерации. У нас 20 июня стартует приемная кампания. Стены Казанского Федерального Университета становятся открытыми для подачи документов. Подача документов в любом формате происходит. И в электронном подать можно и через систему госуслуги, и лично можно прийти, документы предъявить, издать. То есть на сайте приемной кампании нашего Казанского Федерального Университета все эти пути обозначены. Ну и, наверное, уже все те, кто поступал на уровень бакалавриата, сталкивались с этим. Кардинальных изменений нет. Ежегодно происходят какие-то поправочные такие моменты. Но в целом те, кто поступал в бакалавриат, аналогично поступают в магистратуру. Теперь по датам. 20 июня это для граждан РФ. Чуть раньше уже началась подача для поступления в магистратуру иностранными гражданами. Это те, кто из-за рубежа, это те, кто обучался на подготовительном факультете. Уже как бы есть заявки, мы их принимаем, рассматриваем. После приема документов формируется пул список абитуриентов, поступающих в магистратуру. Все это прозрачно, все эти списки все видят. Видно, кто подал просто заявление, видно, кто подал заявление и сдал уже оригиналы документов. И следующий этап действительно это вступительное испытание. Вступительное испытание в магистратуру, в инженерный институт, это комплексное вступительное испытание. Оно состоит из таких элементов, как тестирование. То есть здесь исключается прямое такое общение с преподавателем, с комиссией, для того, чтобы не было субъективных таких понравился, не понравился, что за отношения. То есть здесь идет тестирование через компьютер, отвечает на вопросы. Вопросы эти размещены на сайте Казанского федерального университета в разделе приемной комиссии. Программа утверждена, то есть это не будет так, что сверхъестественное или какое-то задание, на которое невозможно ответить. Размещена литература, которую необходимо изучить, освоить. Это вот первый элемент тестирования. Второй элемент – это так называемое «показать свои достижения», так называемое «портфолио». Обычно, обучаясь или завершая обучение на уровне бакалавриата, ребята уже имеют опыт участия в конференциях. Раз участвуют в научных конференциях, то имеются публикации. Мы обращаем внимание на то, какие публикации, статьи, тезисы, участия в конференциях имеются, какие награды и победы имеет абитуриент. Это может быть участие в Олимпиаде, это может быть участие в конференции. Публикация статей также делится по градации уровень E-Library Greens, или уже есть бакалавры, которые, участвуя в научной работе, достигли высот, публикуясь в журналах, индексированных в Скопусе и в Web of Science. Также среди таких достижений отмечается, что за диплом с отличием бакалавриата также добавляются баллы для поступления в магистратуру. И оценивая вот эти достижения, выставляются баллы, на сайте отображается, выстраивается рейтинг, и по этому рейтингу при наличии оригиналов дипломов в Казанском федеральном университете, ребята окажутся в списках проекта приказа на зачисление. Это происходит в июле, августе, и уже к первому сентября в магистратуре стартует обучение. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Можно ли поступить на сокращенную форму обучения после техникума? Не первый год вопрос такой мы рассматриваем. Мы понимаем, что уровень подготовки в среднепрофессиональных организациях, сокращенно в СПО, также он высокий. Мы понимаем и общаясь, разговаривая с этими ребятами, они после 9-го, после 10-го класса уже в техникумах, в училищах обучаются порядка 3-4 лет. И понятно их стремление быстрее начать работать, быстрее зарабатывать и получать заработную плату. Но оценивая программу обучения, оценивая учебный план, все-таки приходим к выводу, что программа должна быть полноценной и выполнена в положенный, допустим, уровень бакалавриата 4 года. Идти на сокращение, идти на уменьшение материала, это может сказаться на качестве подготовки, качестве выпускника, и поэтому пока такой точки не придерживаемся на сокращение. Хорошо. Идем дальше. Какие правила поступления для выпускников колледжей? И есть ли для них заочное обучение? В Казанском федеральном университете, в инженерном институте все программы подготовки, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры реализуются только в очном формате. Вечерние формы обучения, заочные формы обучения отсутствуют. Опять-таки, ссылаясь, мы считаем, что это влияет на качество конечного выпускника. Считаем, что инженерное образование или качественное инженерное образование можно получить только обучаясь очно, находясь целыми днями в стенах университета, в стенах лаборатории, рядом с оборудованием. Поэтому здесь только очная форма обучения. Ну, по очному только обучению у нас есть пример еще в университете, это институт физики, по-моему, они только точно работают, заочки у них нет. И по эфирам нашего КФУ Live, по-моему, если я не ошибаюсь, направление телевидения тоже переходит только в очное. Здесь соглашусь с тем, что все-таки, готовя выпускника, готовя специалиста, хочется вложить всю душу, все знания и обучаясь на протяжении 4-6 лет. Если же рассматривать формат заочного, то встречаясь только два раза в год во время сессии с контингентом обучающихся, тяжело передать те навыки, знания и умения в таком вот формате. Так, и следующий вопрос, он же завершающий. Помогает ли ВУЗ с трудоустройством после окончания учебы? Здесь традиционно с директорами промышленных предприятий, организаций мы поддерживаем связь. Еще раз обратить хотел внимание, что на сегодняшний день каждый директор, руководитель компании, организации пытается уже возрастить своего специалиста, а не переучивать его. Поэтому здесь наши партнеры, наши предприятия, мы их всех приглашаем для участия в так называемых, вот сейчас стартует защита выпускных коллекционных работ, государственные экзамены. Они у нас все присутствуют на таких мероприятиях, и также мы приглашаем их на такие вводные мероприятия, как введение в специальность, ознакомление с будущей профессией. И видим, что они с большим удовольствием принимают это участие. Также предприятия с радостью приглашают на практику, чтобы в дальнейшем их трудоустроить. Инженерный институт – это небольшое структурное подразделение, и у нас нет такого широкого фронта подготовки огромного количества специалистов. То есть на сегодняшний день у нас не более около 350 обучающихся на всех курсах обучения. И здесь можно говорить о так называемой штучной подготовке высококвалифицированных кадров. Поэтому ребята проходят практику, ребята знают, куда они пойдут трудоустраиваться, трудоустраиваются, поддерживают связь с Казанским федеральным университетом, поддерживают следующее поколение обучающихся. И вот такая вот преемственность, она продолжается и поддерживается. – Хорошо. Что ж, вопросы у нас на этом подошли к концу. Как обычно уже по традиции нашей программы, пару слов абитуриентам перед поступлением. Что можете пожелать, на что обратить внимание? – Уважаемые абитуриенты, желаю вам сейчас удачно выполнить минимальную программу, сдать все экзамены, выполнить школьную программу. – Далее, с 20 июня определиться с профессиями, у вас на выбор несколько направлений, подать. Хочу пожелать, чтобы вы получили и поступали на те специальности подготовки, на которые вы хотите обучаться. Не так вынужденно, ой, я сюда прохожу, дай-ка я сюда поступлю. Потому что это влияет, вот этот выбор на вашу дальнейшую профессию, на ваши профессиональные качества, чтобы это все было желаемое направление обучения и дальнейшего трудоустройства. Те, кто поступает в магистратуру, хочу пожелать, чтобы на сегодняшний день удачно защитили и выполнили выпускные квалификационные работы, получили дипломы, завершили этап обучения на уровне бакалавриата и перешли на уровень следующей ступени магистратуры. Выпускникам магистратуры желаю также определиться с направлением обучения в аспирантуре и продолжить обучение в аспирантуре. На сегодняшний день, общаясь со сверстниками, общаясь с родителями, мы все понимаем, что вся жизнь у нас проходит в обучении, век учись, век живи, что называется. Поэтому каждый этап, каждую ступень необходимо преодолеть, пройти, и чтобы у вас все получилось. Желаю вам успехов и удачи. Что ж, спасибо. На этой прекрасной ноте мы и завершим наш сегодняшний эфир. И, в случае, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Надеемся, еще увидимся. Хороших абитуриентов во время приемной кампании. Ну и с наступающим праздником, 12 июня, День России. Хороших выходных, можно сказать. Что ж, на этом все. Это был КФУ Лайф для Инженерного института. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Вас тоже с наступающим праздником. Счастливо и хорошего настроения. Пока.